Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас обзор самых нужных, то есть действительно нужных, покупочек на время беременности, которые облегчают жизнь будущей мамы. А также покажу вам свои обновки. В основном они будут с сайта BonPrix. Вы давно попросили показать желтую кофточку, которая у меня мелькала в обзорах. Сегодня вам все покажу, расскажу, конечно же, оставлю ссылки. В этом видео не будет никакой рекламы, все покупки были совершены абсолютно за мой счет, то есть никакого сотрудничества и так далее, просто такие вот полезности. На заднем фоне, кстати, вы можете уже видеть подушку для беременных. Это прям необходимая, девчонки, покупка на самом деле. На самом деле необходимая, я не представляю, как я без нее обходилась первой беременности, я спала и мучилась. Я тот человек, который всю жизнь спит на животе. Если вы тоже относитесь к таким людям, то это просто необходимая вещь. Подушку я покупала на Зон или на Вайлберс, я не помню уже. Я поищу и тоже оставлю вам ссылку, если надо. Я рассматривала, ну, варианты, конечно, и побюджетнее. Есть побюджетнее и Васильки Ивановские, трикотаж еще. Но я не знаю, насколько там качество наполнения. Здесь были хорошие отзывы, выбор красивых расцветок актуальных. Эту подушку потом можно класть в большую кровать к малышу, как бортик, да, и так далее. У меня марка «Мама и малыш». Я вам оставлю ссылочку, пройдете, посмотрите, и я полностью ей довольна. Просто, я не знаю, поначалу очень тяжело себя приучить спать на боку после того, как ты всю жизнь спишь на животе. Это, конечно, невыносимо. Я в первую беременность, помню, обкладывалась подушками, одеялами, закидывала ногу на одеяло зимнее, какое-то толстое брала и так далее. Но это все не так удобно, как вот эта вот подушечка. Она просто облегчает жизнь и на самом деле выручает. Она на молнии, здесь съемный чехол, то есть его можно стирать. Я дополнительный чехол не покупала, потому что я постираю этот, он у меня к вечеру уже высыхает, как бы никаких проблем. Вот так она расстегивается и внутри представляет из себя... Я не знаю, вот из чего сделан внутренний чехол, но он такой шуршащий, знаете, не очень приятный. И хотелось бы, конечно, чтобы там был хлопок, но, наверное, это не очень разумно. Чем она наполнена, тоже, девчонки, не скажу, тогда на сайте посмотрите. Две с чем-то тысячи, по-моему, она мне обошлась. И это прям спасение. Если вы раздумываете, до сих пор покупать вам подушку или нет, она действительно облегчит вам жизнь. Я советую именно вот такую вот П-образную, да, потому что есть подушки еще, которые вот просто как буковка Г загнуты, да, грубо говоря, вот эта подушка пополам. Мне кажется, это не совсем удобно, потому что вы ее под один бок положили, потом вам нужно перевернуться на другой. Я лично верчусь ночью сто раз, потому что пока лежишь на одном боку, он отсыхает, и надо уже перевернуться на другой. То есть начинают, ну, вы меня поняли, да? Как, девчонки, это правильно объяснить? Все болит, начинает неметь эта рука, начинает неметь этот бок, на котором лежишь, начинает неметь эта нога. И, в общем, за ночь я могу тысячу раз перевернуться туда-сюда, и если у вас подушка вот эта будет такая половинчатая, буквой Г, то вам вместе с подушкой придется вертеться. Это не очень удобно. А здесь как бы она все лежит, перевернулась на один бок, перевернулась на другой. Я прям засовываю руку под подушку вот так, ложусь на нее, вот эту между ног, и вот так вот все это дело выглядит. Очень удобно, потом на другой бок переворачиваешься, и подушку таскать туда-сюда. Не нужно ее переворачивать, поэтому буквой П, мне кажется, вот это вот оправдано. Это уникальное изобретение, спасибо тому человеку, который придумал такую подушку, поэтому, девчонки, если вы думаете, не думайте. Обкладывание подушками, одеялами такого удобства не несет, как вот это, вот это просто какое-то счастье на самом деле. Она достаточно большая, длинная, на весь диван, почти на весь рост, в общем, ниже колена, да. Вот такая вот подушечка классная. Расцветки разные можно подобрать под свой комплект постельного белья, под свой интерьер и так далее, и она пригодится. Вот эта подушка, именно она хорошо набита, мне очень нравится. Иногда я кладу в изголовье какую-нибудь тоненькую подушечку, что-то типа вот этой, да, чтобы мне было повыше спать. Ну, в общем, когда как. Главное, что это удобно, главное, что у меня не так теперь болит спина, не так болит шея, потому что, когда привыкаешь всю жизнь спать на животе, и здесь ты меняешь позу, организм твой реагирует не очень хорошо. Вот, что касается еще каких-то покупок на время беременности, ну, про витамины, про какие-то препараты, это вам расскажет доктор, про одежду. Одежда, в которой вам удобно. Некоторые вообще не покупают одежду для беременных, просто берут какую-то одежду на поздние сроки, которая побольше по размеру, да. Может быть, даже у знакомых берут, я знаю таких людей, чтобы не тратиться, не покупать, берут у знакомых, у которых размер побольше, да, на время беременности одежду погонять и так далее. В принципе, больше необходимых покупок на время беременности нет. Вот подушка облегчает сон, и это самое главное, да. Естественно, удобное белье, хлопковое по возможности, да, удобные без галтера, лучше без косточек, но если они с косточками, то белье должно быть комфортное. То же самое касается трусиков, все должно быть комфортно. Но я тоже специально ничего не покупала, у меня есть один, в первой беременности у меня было белье для кормления, были трусики для беременных, но сейчас у меня есть белье, которое просто мне было велико на какой-то момент, и сейчас я его ношу, и поэтому специально ничего тоже не покупала. Что касается одежды, давайте с вами начинать обзор одежды. Я практически не вылезаю из комбинезона Бонпри и вот этой вот кофточки. Вот эта кофта красная, которую часто на мне вы видите тоже в обзорах, она называется трикотажное платье. Это было сотрудничество с Бонпри, и они мне присылали одежду на обзор. И что могу сказать? Качество Бонпри порадовало просто отменно. И я заказала такую же кофту уже за свои деньги потом во время беременности, желтенькую, да, то есть она абсолютно такого же фасона, абсолютно такого же размера, но уже все эти покупки были за мои деньги, в том числе и комбинезон. Эта кофта называется трикотажное платье, то есть она достаточно длинная, видите? И во время беременности, и до беременности я ее таскала, и могу вам сказать смело, что сносу нет таким вещам. Я помню, до первой еще беременности лет 10-12 назад начала заказывать одежду исключительно в Европе. Тогда это был сайт Квелли. Там были бюджетные цены, дорогие, и могу сказать вам, что европейская одежда поразила очень приятно. То есть это действительно отменное качество, которому сносу нет десятилетиями. В тот период я заказывала себе одежду, до сих пор некоторые позиции из этой одежды я ношу, и вещи как новые, абсолютно. То же самое могу сказать про сайт Бонприх, хотя многие говорили, что он испортился, но я раньше там не покупала, поэтому не знаю. Сейчас меня, в принципе, все устраивает, может быть, и испортился. Ну и ценовая политика там тоже адекватная, там часто бывают скидки. Мне нравится то, что можно купить достаточно стильную, модную, красивую вещь больших размеров, да, потому что когда бегаешь по нашим магазинам, там в основном китайский шерпотреб, да. Все маломерит и так далее. Вот эта кофта у меня в размере 48. В размере 48 это европейский размер. Я брала ее на свой, до беременной 52-й, 48. Она достаточно свободная, даже сейчас во время беременности, но я так люблю. Можно было бы брать и 44-й. В принципе, вот 46-й тоже нормально, на 52-й. Но читайте отзывы. Там есть размерная сетка, и все можно посмотреть, со всем можно ознакомиться. Как бы в этом плане удобно. Я уже заказывала там, поэтому свою размерную сетку знаю. И уже, наверное, месяца три назад я решила повторить. Я лазила-лазила по сайту Бонпри, точнее по приложению. Думала, что же мне взять такое удобное на беременность, в чем я смогла бы ходить после беременности. То есть я люблю такие практичные покупки. Поэтому для беременных у меня только комбез, да, и джинсы. Джинсы фаберликовские мы с вами уже обозревали. Комбез гораздо удобнее. Я вам сейчас его тоже подробно на себе покажу. Как он выглядит, на что стоит обращать внимание. А пока давайте покажу вам ту желтую кофточку, точнее трикотажное платье, про которое вы многие у меня уже давно спрашиваете. Вот она, собственно говоря, она абсолютно такая же, в том же, в 48-м размере. Вот как она выглядит. Мне кажется, она почему-то больше красной, когда я ее ношу, она мне кажется больше. То есть можно было взять на себя беременную, даже в 46-й вполне было бы нормально. Внутри, смотрите, она какая-то теплая кофта. То есть я носила ее зимой. Видите? Здесь как флис. Я найду ссылочки, я вам обязательно оставлю. Так. Нет, я взяла 50-50. А, нет, 48-50, да, 48-50. Вот видите, европейский размер. Фокус. Европейский 48-50. Международный. Дальше я не знаю, какая классификация. Эксель, в общем, 48-50. Вот так она выглядит. Внизу кофты на резинке, трикотажное платье точнее. В принципе, если вам фигуры позволяют носить леггинсы, вот эти вот платья с леггинсами носить во время беременности, это вообще, конечно, сказка. Рука, все. Вот этому платью сноса нет. Я уже его где-то год ношу. Есть у меня на канале обзор, когда мне они прислали на обзор одежду, да, сотрудничество было. Мне кажется, больше даже года, больше года ношу, и просто нет сносу, ничего с ним не случается. При стирке ведет себя идеально, прекрасно. Но я в восторге, поэтому решила опять снова, конечно, в Квэле делать заказ. Именно одежды на время беременности. Спереди вот такой вот тут крестик. Вот он здесь тоже такой же. Долго выбирала расцветки, решила, что вот такую вот желтенькую тоже достаточно весело. Я вам пример покажу сейчас все. И две футболки я в Квэле заказала на время беременности под комбез. Первая вот такая. Тоже, по-моему, 48-50. Тоже можно было бы брать поменьше, честно говоря. Можно было бы брать 46-48. Вот как она выглядит. Мне понравился вырез. И опять же, качество, девчонки. Ну, не знаю. Таких футболок я нигде больше не видела. Рукавчик. Все, вот она такая широкая, большая, под комбинезон носить. Я думала, буду носить в мае, в апреле. Но у нас такая весна, что мы до сих пор ходим в теплых одеждах. И вот эта футболочка тоже очень понравилась. Классно смотрится. Я ее уже носила. Вы на мне ее уже видели. Вообще суперская. Тоже в размере 48-50. Вон при коллекшн. И тоже качество потрясающее. Вообще просто потрясающее качество. Качество супер ткани. Она внизу еще на резинке. Стиранная вся помятая лежит. На резинке. Вот. Классная кофточка. Сейчас я вам все померю и покажу. Ну, вот, собственно говоря, желтая кофта. Такая же, как красная, только желтенькая. Очень такой освежающий цвет. Они где-то, я их, мне кажется, за 1680 брала. Но там цен надо мониторить. Иногда бывают распродажи. Вот такое трикотажное платье. С леггинсами тоже будет потрясающе. То есть длина, которая скрывает все. И в этой кофте в красной и в желтой ходила, наверное, до 7 месяцев беременности. Вообще не замеченная с животом. Ну, потому что она так сидит, так все скрывает. Очень комфортная кофта. Под любые штаны, под любые брюки и под праздничный наряд. Я вообще в восторге. Наверное, через год еще себе какую-нибудь третью в другом цвете возьму и буду носить. И с носу им не будет. Чередовать по настроению просто цвета. Так, давайте теперь футболки комбинезон. Ну, вот коралловая футболочка под комбезик. Можно и сверху как бы на комбез одевать, как будто в джинсах. Это как в вашей душе угодно. Очень комфортно. Мне нравится то, что глубокий вырез. Не люблю вот такие вот вырезы, честно говоря. Не всем они идут, не везде смотрится комфортно. Нашла в кармане резинки дочери. По комбинезону. Я когда выбирала его, облазила много сайтов. Посмотрела множество отзывов. Не пошла в розничные магазины, потому что ходила в них в первую беременность. Качество не очень хорошее. А цены для беременных задраты на порядок. Хотя, казалось бы, что там расход ткани на 10 сантиметров только увеличился на животе. Но это просто маркетинговый ход, потому что беременяшки, думаю, наверное, и за такие деньги купят. Комбез, кстати, не бюджетный. Он 3200, по-моему, стоил. Но я решила, что эта покупка выгодная. И сейчас покажу, почему. Я планирую носить его после беременности. Когда искала обзоры, отзывы тоже не нашла. Поэтому, надеюсь, что мое видео будет полезно многим со временем. На него нашла только один нормальный обзор. Ненормальный. И то там было две фотографии плохого качества. И совсем непонятно было, как он сидит по фигуре. Мне было важно, на самом деле, девчонки, чтобы штаны были свободные внизу, не обтягивали голень и так далее. Чтобы они были не в обтяжку. Мне это было важно. Мне было важно, чтобы было удобно, комфортно животу. И в целом. Удобно и комфортно. Поэтому могу сказать, он оправдал абсолютно все ожидания. Я хочу после беременности потом вот это дело, животик вот так подшить, пришить. Да, поняли, что я хочу сделать? Вот эта вот часть, которая выпирающая, она достаточно, кстати, вместительная, свободная. То есть тут еще таких два живота врезать точно. Вот. Я хочу ее вот так подшить. Да, вот. Вот по этим лямочкам все сделать. И его носить, в принципе. Так, вернись назад. Что касается лямок, они регулируются. Они вот так застегиваются. Единственное неудобство, в принципе, любого комбеза, да, в туалет, там, когда ходишь, приходится расчехляться. Но по мне пусть лучше будет так, чем я буду ходить в неудобных джинсах, которые давят и так далее. В общем, он вот так отстегивается. Лямки регулируются, можно подтянуть и так далее. Он у меня тоже в размере 48-50, но я пожалела, что не взяла, единственное, поменьше. Потому что вот здесь как бы все совсем свободно. Но я не знала, поправлюсь я не поправлюсь. В итоге я не поправилась, не считая живота. У меня пока за 8 месяцев беременности прибавка 2,5 килограмма. Вот. Могло бы быть и 20, как бы кто знал. Да, поэтому вот здесь свободно. Но здесь можно перешивать пуговицы. Видите, здесь пуговицы. Их 3 штуки. Я не буду уже оголяться. Их можно перешить. То есть сделать потуже. Я не стала этим заниматься. Я люблю, когда свободно. Пусть будет свободно лучше. Вот. Вот так он выглядит сзади. Здесь карманы. На сайте он представлен в двух цветах. У меня светлый. Есть еще темно-синий. Сейчас я вам низ покажу. На мой рост метр шестьдесят девять. Длина с обувью нормальная. Сейчас подумаю. Видите, в кроксах рассекаю. На мой рост длина нормальная метр шестьдесят девять. До метр семьдесят шесть, мне кажется, будет нормально. Вполне. Потому что есть еще запасик, да? По длине брючин. Вот. Смотрите, как он смотрится в целом. Карманы очень глубокие вот здесь. И вот здесь еще кармашек. Вот как он смотрится. Он светлый. Видите, здесь высветленные есть части. И есть потертости еще. Вот такие вот потертости. Одна, по-моему, всего. Да, вот тут вот такая потертость. Так. Вот так, девчонки. Я комбезом довольна все сто. Джинса очень качественная, плотная, стрейчевая. Несмотря на все это. После стирки не садится. Ничего с ним не случается. Не растягивается во время носки. Ну, вообще, все великолепно. Я не нарадуюсь. Прямо обязательно его потом себе перешью, чтобы носить его дальше. Знаете, некоторые комбинезоны, как когда я заказывала, мне подружка сказала, будешь как клоун ходить. В нем беременная, с пузом такая. И будет смотреться несуразно. Ничего подобного. Очень стильно, очень красиво. Очень удачный крой у комбеза. И нет, конечно, если вы маленького роста, в комбинезоне может быть немножко смешно с животом. Но если вы маленького роста, это и так в чем не пойди. Если у девочки по метр пятьдесят есть, тут придется и штаны подшивать знатно так. Ну, смотрите сами. Я покупкой довольна. Я считаю, что это прямо на все девять месяцев. Тем более у меня на зиму и на весну холодную пришлось хождение с животом. В конце мая роды, предположительно. Если, конечно, вы летом ходите с животом, там еще проще. То платьиц каких-нибудь накупили и все. Это гораздо проще. Я вообще тогда ничего не покупала. Но здесь я не пожалела. Он очень классный, он очень удобный. Прямо я вам советую. Тут тоже резиночка. Прорезинен вот тут вот край. Какое-то место есть. Вот она резинка. Да, вот она. То есть даже если у вас будет огромный живот, если у вас двойня и тройня, вы сюда все равно влезете. Ну, вот вроде со всех сторон вам его показала. Надеюсь, подробненько. Сзади еще раз покажу. Потрясающий комбинезон вообще. Я девчонке на него не нарадуюсь. Сейчас покажу вторую футболку. Вот как она выглядит целиком. Сейчас покажу, какой она длины. Потом под комбез. Видите, она такая свободненькая. Внизу резиночка. То есть тоже можно было брать размером поменьше. Но я люблю, люблю, когда вещи свободные. Очень красивая. И сейчас под комбез. Вот так она выглядит под комбез. Тоже очень классно, очень красиво. Я прям в восторге от этих вещей. Она тоже стречивает. В полку она хорошо тянется. Как бы все нормально. Очень красивая расцветочка. Потрясающе. Я надеюсь, что я так еще до родов пощеголяю. Может быть в этом году все-таки нас погода-то теплом порадует. Когда мы сможем в футболках хотя бы к концу мая выйти на улицу. Ну, кто знает. Посмотрим. В принципе, все вот эти вещи, которые я покупала, они рассчитаны не конкретно на беременность, но и на долгое пользование. В том числе и комбез, когда я с ним что-нибудь потом придумываю, ушью, буду таскать. Потому что это мега удобно, конечно, потрясающе просто. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот такой интересный ролик у нас сегодня с вами получился. Я постараюсь все ссылки найти, потому что уже прошло какое-то определенное время, когда я это все заказывала. Все ссылочки на каждый товар найти. И приложите в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Надеюсь, видео было вам полезно. Если вы тоже беременяшка, я желаю вам легких родов, легко отходить до конца. Мне осталось совсем чуть-чуть. У меня уже послезавтра 35 недель, финишная прямая. Поэтому пока все свежо в памяти, делюсь с вами своими находками и лайфхаками. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok